Доброго купальца, господа, с вами снова я, Шус, мы продолжаем катать в Столкача, там очень пасмурно, при этом 11 часов дня, и мы все-таки сваливаем от лесника на какой-куда подальше, потому что этот сукин сын в конце зверел, ценник у него просто максимально конский, сейчас нужно пойти забрать тайник, а также спиздить парочку аномалий, ну точнее как спиздить, обокрасть их, и двигаться как раз-то с вами в Питере, посмотреть что там дальше. Брать, это, у него тут мандритовцы ходят, ребят, и они его сука еще и стороной обходят, воу, стальтуха, бывает такая анимация, так, ну ты там глянешь один, где он здесь был, блин, почему мандритовцы единочками ходят, такого же никогда не было, бро, че там у тебя, так он пал пара, ну че, неплохо и поесть, и попить, и с маточкой клей, кстати. Многие говорили, что там сердце кровью обливается, поэтому я, пожалуй, все-таки, ух ты, это он и есть, блин, мне дурно, это же он, да, да, с прицельчиком, ну-ка, давайте гоним. Бля, очень приятный прицел, скажу вам. Мандритовцы хорошо оснащены. Собственно, этот клей стоит 400 рублей, если продавать, при всем при этом можно полностью починить свой броник, не прибегая к помощи никаких продавцов. Да, я прав, поэтому давайте сделаем бронежилет, при этом в нем всего не хватает пятерик. И люди сейчас такие, наверное, половина, да, он начал это делать, есть, посмотрим, полный, да, действительно, почему бы и нет, почему бы и нет, можно даже немножко подождать. Этот спрей может мне калаш подрихтовать, и при этом он мне починит сколько калаша? 3,6%, да, 3,6%, а мне нужно, ну вот, на 94-х я и сделаю. Сейчас, одну секунду, йоу, я здесь. У меня, короче, много прицелит еще познать, а еще клей, чтобы починить, он, сферу, и сколько этот клей починит мне? Шлемы, 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 стальные пластины. Кевларовые пластины. Базовое улучшение состояния на 6%, следовательно, я... Да, хватит там смотреть, смогу через 2% или 3% износа шлема получить достаточный такой буст. Нет, нам не сюда. Блин, монолитовец меня здесь приятно удивил. Ой, ребята, черт, совсем забыл. Придется прерваться, но только после того, как я разъебался эту маленькую плоть, которая почувствовала себя королем дороги, блядь, и вылетела на встречку. А потом я вам объясню, что я сделал. И точильные камни, спасибо, что показали. Оп, и я здесь. Так, ну теперь должно быть вообще все окейно. Так, пару сек. Да-да-да, точно. Пришлось перезайти в игру, правда. Где-то здесь помнится мне. Ждало меня кое-что. Но вот как куда добраться, это, конечно, вопрос, вопрос, вопрос. Низкий заряд батареи, блядь. Как раз это я и пыт... Ну, я не разобрался с проблемой, если честно. Там, мне один знакомый скинул, говорит, у тебя батарея садится как не в себя, блядь. Ты в ПНВ нахуй не можешь. И типа минуту нахуй проходить нормально. У тебя батарея... Там какая-то вправочка была. Но я, к сожалению, по горячим следам найти не сумел. Как вы можете понять. Так. Ну, пока вроде... Блядь, что-то мне вот не нравится. Вроде как, грась, ты меня еще раз красишь. Крашнешь, у нас, блядь, разговор будет короткий очень. Так. Красьте. Опа. Батареечка. Опа. Сюда ее. Раз. За артефактом вниз, получается, уже не полезу. Кстати, а батарейка, по-моему, должна еще больше, чем бенгальский огонь давать мне. Кстати, где мои вторые пластины? Почему так? В уровне сражения не критический. Так. Батарейка. Псизащита, электрозащита у нас есть 19%. 19. При всем при этом... По-по-по-по-по-по. Не вижу воду. Эта хуйня дает 8%. Да, 19% это так-то побольше. Я считаю. Слушайте, можно даже будет упробовать, но когда я уже буду по разгруженнее немножко. Сейчас-то что-то вообще тоска-печаль. Хоть нет, нихуя не тоска и нихуя не печаль. Давайте сделаем это сейчас. Только главное не убиться. А, нахуй туда пошел? У меня же уже нет места для артефактов. Вот так вот, век живи, век учись. Давайте мне с батарейкой расчехляй. Посмотрим, как сильно она фонит. Где она? Доктор, не прячьте! Не прячьте ее от меня. Вот она. Она фонит на 17, блядь, это дохуя. Моя хуйня так сильно не выдержит. Ее нужно самый лучший брать. А я этот за 15 штук взял. И то, дай бог. Она уже меня облучила. Эта штука... Ну, короче, не хватит мне при любых раскладах. Обходи, обходи... Обходим. Второй-то где? Бля, пацаны, вы решили в рюкок, что ли? Я не понял. Новая стратегия. Я тоже умею перезаряжаться. Чего вы меня пугаетесь этими затворами? Сейчас дробовик достану. И мы переговорим. Блин, темновато здесь в режим лесу. Абаканы. Пацаны, да вы поднялись. Куски мяса. Батарейка, ебать. На 17. Хочется, если честно, избавиться вот от этой дичи. Лунный свет. Он явно-то похуже. А вот, кстати, пацан, который про батарейку раньше писал. Бензин. А это что? Выверт. 13 радиаций. Нихуя, выверт накидывает, ты смотри. Уверен, ну так. 13 радиаций. Слушайте, я что-то жалею, что у меня контейнеров как-то мало. Правда-правда. Тут пацаны, вон, как разбогатели. Не, я, конечно, могу в руках отнести, кстати. Так надо это быстро сделать. И делать придется сейчас. Так, давайте вот так мы поступим. Я уже в руках ее держу. Нет, нет, сейчас еще не в руках. То есть, выверт и батарейка вот в этих двух пацанах. Давайте запомним это. Который вольтом лежат. Тут еще один братишка. Да, ну у него хоть артефакта нет. Слушайте, я думаю, я вполне могу справиться. И сейчас пойти наверх на окрестности Юпитера, там пробежать. Да нормально. Я сделаю это. По дороге пить водку. И все будет чики-пуки. Так, снова за тайником надо сходить. Я должен знать, что там лежит. А еще я очень нервничаю. Еще мне надо будет обязательно разгрузиться. И разгрузиться основательно, чтобы убежать быстро. И даже те вещи, которые мне казались полезными, теперь таковыми не кажутся. Перекусить надо будет чем-то. Вот старое мясо, например. Вредная пища, да, знаю. Но что поделать. Отчаянные меры, отчаянные решения. По перегрузу килограмм 70, да? 82. Блядь, я же так достаточно выкинул. Поворот налево. Слушайте, тайник кто-то спрятал. Я просто рыжий лес вообще не помню. Мы разработаем конкретный план. От конкретных людей. Блядь. Ну, ебаный. Я тут пройду? Пройду. Просто вспышки, блядь. Да, я по аномалии пошел. Из-за бугра пришла инфарш. Выброс послезавтра. Каким образом из-за бугра могут просчитать, когда выброс? Шеф. Хуйня попахивает. А пушки всякие. Я нагружен? Да не очень. Какие-то это все нахуй. Раскать я еще за собой не хотел. Засейвимся. Как? Это плоть. Это всего лишь ебаная плоть. Тут два, кстати. Тайника, которые мне нужно будет проверить. Сука, все они на пути в аномальные зоны. Сначала вон тут. Док, я в порядке. Тут просто один шаг в сторону и пиздец. Блядь, так темно. Ух ты, блядь. Бюрер, нихуясь, а с кем он там? Бюрер, ты с кем хуяришься, маленький? Ты расскажи мне. Я, может, помогу. А вот он там уже, походу, допиздил. А он со снорками. Причем он нихуярец, он, похоже. Просто нахуй тогда. Да, он не пырец. Он слышит, что я в аномалию встрял и теперь хочет меня. Он почти сдох. Ну все, шансов у него нет. И снорчика надо сразу прессовать тогда. Чтобы шансов не было, нет. Только у Бюрера. Так. Я просто сул по лесам, потому что со всех сторон, блядь, потенциальная опасность. Так, ну что, пойдем срезать научные образцы. Ебать, я как это именно тебя прошел. Только что потемнело, я сразу видел, что здесь копыта, кабана, рука, бюрера. Ну рука пойдет хорошо, а вот копыта. Кабана это явно не от мира сего что-то. Так. Маска, нога. Вместе с куском головы, судя по всему. Так. Давайте избавимся от чего-нибудь. Как вам предложение? И нихуя не светит. Я просто не знаю, от чего избавиться реально. У меня перегруз, это факт. Шкура. Шкура плоти. Она весит дохуи еще просто. Явно мне не пригодится. О боже, снорчики. Ты меня не пугай, блядь. Мне кажется, что вы проиграли, мистер снорчик. Но выскочил неожиданно. Что-то там сверху по горе. Мельдишит. Не важно, а там что? Светится просто что-то. Так, ладно. Ну, у меня тут от снорчика только кусочки. Ну, это же мутант низшего происхождения считается, правда? Где-то у него нога. Мельдировавшая часть тела. А мясо? Ладно, тупо не важно. Тут все нормально. До тайника рукой подать. Давайте искать в пне, наверное. В пне, да? Да, в пне. Обыскать ящик. Случайно я проклассываю. Инструменты для грубой работы. Надо спички тоже взять. Буду надеяться, что попросит у меня какой-нибудь мастерик там. А потом и скидку у меня оформят. Мы атакованы химерами в режиме рисула моста. А, ха, ну это, наверное, мои старые знакомые. С которыми мне так и не довелось провести сражение. Инструменты, кстати. Оу, оу, оу. Контролер, блядь. Если это был не контролер, ребята, то я хуй знает. Это влияние... Ну прощай, жизнь, блядь. Блядь, как она вообще здесь могла повеситься? Так, ну в таком случае есть там контролер. Он, наверное, будет внутри этой хуйни. Не может, что он тупо ходить по лесу? Это твари такие, блядь. Кто-то по всему сидит в этой хуйне. Снизу, вон он. Я его вижу. Фу! Это было, блядь, близко. Но вполне бесполезненно. Ебать, а это что? Полтар, нахуй, там внутри гоняют. Ну или где-то рядом. Это не он ли там? Блядь, это он здесь ездит, пиздец. Надо приготовиться. Бля, вот урод. Бля, полтар, мне просто похуй на тебя. А что вы тут скан-то? У них, видимо, свидание было. Да? Рука, скальп. Слушайте, в режиме лицо можно хорошо ходить на охоту. Не находите бюреры, химеры, контролеры. И без всяких артефактов поднимать состояние. А, при том, что артефактов тоже, блядь, просто вагоны маленькие трешки. Так, мне все-таки кажется, мне придется пройти через этот туннельчик. Бля, вот это было и правда неожиданно. Это, видимо, муж. Чем дальше расстояние, тем лучше. Он не такой быстрый. Блядь, прямо сейчас лучше его делать выше. Ебанный бюрер. Он меня еще, сука, преследует, по-моему, да? Блядь, да, он меня преследует. Просто пиздец какой кошмар. Блядь, ну я так не понимаю его влияние на меня, как сильно распространяется. А оно распространяется довольно сильно. Где ты, блядь? И сюда, козел. Я хуево его вижу там. Пизда тебе, блядь. Наш. Сильно я там батарею изнасиловал? Не очень. Как же здесь темно все-таки, блядь. Это просто пиздец. Давай свою ручку сюда. Там, походу, в этом туннеле тусня. Пси-уродов. Пси-фрики уже достали. Что по весу там? 85 кило это без артефактов и без тайника. Полторы контроллеры, блядь. Бюрдер бы скачал. Интересно, что у меня что-то вообще впереди. Собак, я слышу. Или это тушканы, так выявляется. А тайник-то здесь, там в собаке вроде все-таки. Где искать? Это в этой комнате. Собаки не лезут, слава яйцам. Вот он. Да, спасибо за наводку, блядь, ребята. На тайник. Не ожидал, не ожидал такого охуенного. Тайника, блядь. Слушайте, интересно, как контроллеры Бюрдер и Полтер оказались все в таком одном месте, на самом деле. Контроллеры вообще живут там уединенно. Они порабощают всяких уродов, а потом ими же питаются. В том числе и нас, сталкеров. Ни в коем случае не хочу сказать, что мы уроды, но чтобы они с Бюрером где-то ужились, блядь, в одном месте. Это да. Это что-то действительно по-настоящему новенькое. Мне еще артефакты в руках тащить. Не с такой уносливости я нормально буду лодку глушить. Есть там у меня, да, Вова? Нормально. Протянем. Буду получать гораздо больше, кстати, чем от водки, но у меня еще есть противор... А, можно, кстати, резист взять в радиации хороший. Должно помочь. Приму колеса на резист. Потом шлифаную еще чем-нибудь бобами или хлебом. И все будет в порядке. Так, да. Путь там нам сюда. Открыт и заказан. Что это? Еще один снорк? Каким образом ты здесь оказался, малыш? Давай я обе ноги у тебя срежу. Будь инвалидом. Зато тебе кресло подарят. С колесиками. О, а это кто? Твой друг? Слушайте, я все, что могу сказать, что я собирался в рыжий лес. Это же не по мне. Не, ну какое. Это явно не по мне. Я ж никому говна не делал. А мост на Лиманск? Да. Ну, не помню еще что-то. За мной летит собачка. И не одна. И тут целая сотня, блядь. Видали, блядь, что сотворил? Собатьки. Глупеньки. Шел, говорю, просто проходом до лесника. Хотел посмотреть, почему грейды стоят в токе. Прибарахлился с такой силой. Это такая ходочка получилась. Шо, ёп твою мать. Может, там Сева будет продаваться, кстати. О, кстати, да, надо отшлифовать клейчиком теперь в ствол. Пока еще есть такая возможность, как раз вес меньше будет. Где клейчик? Клейчик, давай ко мне. Не, не ты, другой. Пушечку можно? Вот ты, да. Давай, мути. Мути, грязищу. Попшакал. Красиво, красиво. А есть у меня еще что-нибудь, типа, так мне. Дактейп. Бронежилет. Сколько дактейп сделает? Шесть процентов. А, шлем, мне не жалко. Там можно еще плюсы, видели, выбирать сверху. Использовать еще какую-нибудь дичь. И получить максимальный. Плюс могу взять какой-то листочек и коллаж зашлифовать полностью. Ноука на будущее. Так. Бля, пацанов убрали. Пиздец, артефактов не будет. Ёп твою. Надо было взять их и повыбрасывать здесь на пол. Они бы далеко не съебались. Кто же знал, что пацанов уборщица приберет. Ну, че, теперь голым придется идти. Ну, у меня есть три артефакта. И мне как, ха, что значит голым, да? Я, кстати, подумал бы заменить вот эти свои контейнеры на дорогие. Потому что они меньше весят. Или не заменить, а взять еще просто маленьких. Или это глюк, что они меньше весят. Просто они таким, ну, нарисованы такими маленькими. И из-за этого у меня ощущение, что они мало весят. Та, не знаю. Потом надо проверить, когда они пустые будут. А пустошу я их скоро. Ну, уже почти тут. Выйду я где. Бля, знакомое место. Вот это воензокрупп там. По-моему. О, лазистая. Окей, здесь. О, бля, здесь. Здесь же тусня была. Минное поле. И мутанты. И дегтярев. Бля, локация Зоо Припяти. Кайф. Пси-собака. Бля, я такой уж на самом деле немножко подсикиваю тут. Сейчас ебнет как, блядь. Полты-то тут хуй помогут. Надо или каждый шаг прокидывать. Или не ссать. Мне как говорят, можно не ссать. Ну и все. И забыли. Сидит кто-то. Пацан сидит. Зомбированный. Зомби. Сидит на корточках. Давайте упакуем его. Грешную душу. Пойдем посмотрим, что там у него еще. Бля, подтай. Ай, не, или это я попадаю в решетку. Я уже думал, что... Не, это я картошка, походу. Ебать, контролер. Держись, держись, шлем. Шлем, держи меня нахуй. Я почти сдох. Прощай. Иди сюда. Давай ближе, блядь, сынок. Я жив. Я живой. Надо было сразу за этот столбик встать. Или это, схватить там кусок металлического листа и переть на его с пистолетом. Помните, как это... Как сорока рассказывал. По светам сороке надо было действовать. Бля, ну контролер. А вот и зомбированный, кстати. Теперь прояснились. Зомбированный пустой совершенно. Ему даже стрелять было нечем. Они просто... А, ну вот этот еще что-то может. А этот тупо еда. Да? Тупо еда. Ладно, не важно. Идем займемся важным делом. Это очень хорошо, потому что... Я сейчас как раз шел продаваться, а это мутант максимально. Швейцарский нож, шука контролера, мост контролера. Да, я и без артефактов сейчас хорошенько поднимусь. Мне кажется, даже больше, чем на тридцатку. Ну, потому что у меня 48 косарей еще в наличии. Плюс квест, плюс вот это вот все. Ну, тридцатка, это и артефакт. Даже больше, чем тридцатка, на самом деле. Намного больше. Ну, да еще надо дойти, конечно. Бля, это такая большая зона отчуждения. Столько можно ходить где. Она реально, она просто огромная. Вы смотрите. Она просто огромная. Здесь можно заниматься вечно чем-то. Просто пока не заявит. А меня совершенно не за ее бой. По крайней мере, пока. Вон там товарищи бандиты, видимо, в заложниках. Держит кого-то. К нему, конечно, не пойдем. Снайперку хочу. Вот. Сейчас пойду на инов смотреть. Если там снайпера. Кто там, блядь, ящики? Ящики летают. Там какое-то пси-создание, которое бросает их в меня. Следовательно, это полтер. Хотя не только он умеет так делать, но я ставлю то, что это полтер. А там оазис, как я помню. И чтобы нам попасть на оазис, нам нужно будет захуяриться с полтером. Элементарно, Ватсон. Тут аномалия, кстати, была. Сейчас научных аптечек можно взять. Тут обычно в Зове Припяти везде доктораны и Новин из Кадовска. Блин, из Кадовска. Бородеза, Киева, потрепать, сука, скачет. Забыл, нахуй? Забыл, старика? Это с ним лично знакомо. А помнишь, как я еще, блядь, салагой к тебе зеленым руль пер, блядь, в руках радиоактивно, а ты с меня рофлил. Сука. А теперь-то я уже, вон, блядь, топ-14 поднялся. Ну, ты думал, что я на Припять пошел в костюмчике замкнутого? Дыхание, что ли? Запкнутый подачек кислорода. И пропал. А я нет. Я немножко не понимаю, что происходит, конечно. Ну и ладно. Для начала надо куски артефактов, ну, блядь, куски артефактов, куски мутантов, артефакты сдать. Да посмотреть, какую-то цену все идет. Не думаю, что есть смысл покупать аптечки ученых, так как есть доктор на Янове. А если что, можно с Яново еще. Это же Янов, да? С Янова. Ну, я его всегда Янов называл. Можно с Яново будет еще сходить сюда за аптечками, если там все плохо. Наемники? Хуй знает. Сейчас узнаем. Кто ты? Одиночка? Тополь, кстати. Одиночка. А ты? Одиночки охраняют. Да. Он доктор. Этот самый. Так. Ну что? Уважаемый, я тут к вам от коллеги. Привет, привет. Ох, нихуя ты страшный. Тукарев, блядь. Ремонт модиферс. С тобой нельзя поторговать, да? Нет, можно. С тобой. Здравствуйте, блядь. Торговля, профессор Герман. Замечательно, профессор. Я вот как раз к вам по такому вопросу. Да-да, я слушаю. Тут только, блядь, кусков, которых я успел накидать. Бля, давайте вы перестанете, сука, ходить. Как вам предложить? Да ебаный в рот. Вы можете стоять, сука, на месте, профессор? Вот там скальпы, там всевозможные. 23 косаря, бах, бах, бах. Копыта еще возьмите. Тут только кусков мутантов на 23-24 тысячи. При всем при этом я еще артефакты не доставал. Готовь деньги, блядь. Начнем с простого. Душа. Я очень сильно хотел ее получить, но теперь я разочарован на ее свойствах. Больше шести не дам. 11 тысяч. Профессор, блядь. Мы явно с вами договоримся. Батарейку пока оставлю себе, может я ее сам носить буду. Да, вот лунный свет за десятку забирайте. Вообще без проблем. Профессор, лунный свет. Восьмера. Села, кстати, у вас тут. Не, у них, кстати, вот точильный камень, да? Набор для заточки, три в одном. Базовое улучшение состояния оружия на 11%. На 11%. При этом на разное количество использований. Да, попробуем разочек поточить. 739 рублей, 11%. Это значит, что за 7000, ну там не совсем 700, блядь. Замут будет очень, тут еще глаз плоти продать. Замут, если и будет, то будет очень такой. Естественный. Нашивки. О, наши все, нашивками я буду подшивать костюм, блядь. Тупо забили. Насколько нельзя использовать? Ни ниже 10% эти нашивки пойдут впрок теперь. Вообще все нашивки пойдут впрок. Я хотел вам сказать... А, можно только одну нашивку будут поиспользовать. Я говорю, хотел вам сказать, юноша, что точильный камень я не могу найти. Даже здесь. Да, если вы не сильно обижаетесь. Он уже все его нашли, кроме меня. Или я его не купил. Алло, я взял его. Я его купил вообще. Я вижу только кружку. Блядь. Ну, вообще, ДЦП полный, что ли? Ладно, предположим. Итого у нас 4 килограмма весит от контейнер и... 5 килограмм весит от... Да, этот контейнер явно получше, хотя он у нас родится. Слушай, у вас есть контейнеры подешевле, знаете? Подешевле. Давайте для начала мне... Это точильный камень? 739 рублей. Да, то есть... Блядь, ты так заебал ходить. Это просто кошмар. Давай вот так для начала. А потом... Вот еще, кстати, чуть не забыл, блядь. Противогазы, глазы, сотни. Это уже разряженные стопудово батарейки. Возьми их. Где эти? О, нихуя себе, ты смотри. 222 радиации. 12 за 11 тысяч. И что у нас тут еще? Такая граница. Вот давай мне... Один охуенный просто. И один такой себе. Тридцатка. Стоит это того? Определенно стоит. И можешь один свинцовый так и быть себе забрать на чай. Ни в чем себе, сука, не отказывай. Это что, кстати? Ж-чен 3б. Даже в некотором роде по пизже моего. Но не во всех планах, конечно. Так. Дай-ка я посмотрю. Источники питания у вас слишком дорогие. Давайте мне сразу два блока батарей. Я хорошенько просел по дороге. И пенефрины у него по 4000. Это что? Велесы. Дешевая, очень научная аптечка. Ну, доктор думал, будет дешевле. Сейчас мы проверим. Тут 1600, тут 2800. Я даже не представляю, как можно сделать еще дешевле. Но я думаю, можно. Сейчас мы еще за ртами полазаем тут. Ну, короче, все, дядя, да? Договорились? Договорились. Я хочу батарейку себе поставить. Минус одни пластины. Что у любви у нашей села? Батарейка. Батарейка. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Батарейка. Ох, как он, блядь, слышали? Это уж он пиздатый. Где ты, молоденький? Я тебя пропустил. Вот он. Нормально. А что там минуса? Какие? Заживление ран. Ну и всякие защиты. Я здесь, чтобы увидеть тебя? Серьезно? Наверное, дядя. Чем пришел? Я пришел увидеть тебя. Один из наших коллег был убит в путепроводе, когда возвращался из Припяти. Он у него, с результатом, очень важный след. Нужно найти и достать эти материалы. Хорошо. Спуститься в путепровод. Хорошо. Бывай. Надо что? Не надо ничего. Гарин это, видимо, и есть он. Так, у вас тут, я смотрю, блядь, интересные ништячки. Заныканы. А вы не делитесь. Как вы думаете, стоит здесь прям шмонать по-жёсткому? Или не стоит? Вам нужна какая-нибудь работа, молодые? Хочешь, что я сделаю, что ли? Увидимся. А ты хочешь, что я сделаю, что ли? Тоже не хочешь. Тут, видимо, ребята, не для работы. Но, по крайней мере, сырье принимают. Это уже хорошо. Все, пацаны, может, на вас поработать? Сейчас, только я продамся. Ну, ладно. Здорово. А пока. Здорово. Пока. Здорово. Пока. Если сейчас просто работы не будет, я пойду на Оазис. Не, каждый день видите, это в 14, да? Ну. Мэ, значит, мастерство. Сейчас за патронами сходить надо. И к доктору заскочить. Без эпенифри, но все равно очень быстро устаю. Придется жахаться. А! Ну, по крайней мере, эта хуйня работает теперь на меня, а не против. Но заживление ран, конечно. Да, заживление ран очень сильно влияет. Бля, вы, кстати, охуели тут на своем Юнове и на своем Бунгере. У вас контролер, блядь, ходит меньше, чем в километре. А вы там расселись, чаи, кофеи. Понимаете, уже от рук отбились. Здорово, ты здесь один, Боцман, или есть еще товарищ? Вон есть снизу еще один. Лоха, ёпта! Боцман, гаваяц. Берет вообще все. Доктор Медведь. Почему аптечки? Видимо, второй это доктор. Да, лоха, иди нахуй с такими ценами. Доктор с другой стороны. Бляк, тут кто второй торгуется? Это же не ты, правда? Торговый, блядь. Присылка еще, дай, Сидней, это ты. И это, судя по всему, местный аналог Сыча. Который дорога берет все патроны. Ради прикола мы можем это проверить. Возьмет этот за 360-11 патронов. Таких агаваяц возьмет в разы дешевле. Потому что он скрытый пидор. Если кто не знал. Да, так и есть. Но в то же время. Эта гниль возьмет мясо по хорошему курсу. Все испорченное, не испорченное. Даже не подавится. В то же время. Личный дневник. Можно ему втюхать. Так, в то же время здесь товарищ механик сидит. Должник. Это доктор. Ну и как? Здорово, доктор. Мне спросить бы у тебя. 2-3 стои тысячи. Бля, сари, там все-таки подешевле получается. Да, подешевле, правда. Поэтому придется все-таки не у тебя. А эпинефрин у тебя, наверное, дешевле, да? А ты его вообще не продаешь. Ты кокаин, который, блядь, самопроизводишь. Впариваешь. Ты вообще? Питер, на самом-то деле, док. Сори. Что так открыто? Закоди, Мэн. Отдохни с дороги. Здорово. Слышь, Мэн. У вас же там какой-то дизель сидел, по-моему, да? Дизель или как его звали? Как тебя звали? Как тебя звали? Девушки. Здорово. Азот, точно. Грубо работает. Получай. Тысяча рублей. Скидку, говорит, может сделать. Работа нужна. Детонка работа. Давай в другой раз. Хорошо. Если я обязательно найду, я гоняю. Тупо твои, я тебе обещаю. Так, сейчас очень много просто торговли будет, как вы можете понять. Давай я быстро с тобой договорюсь. Тут скажешь, брат. Нормально устроился тут, скажу. Так, вот тебе сразу всякая дичь, которая может мне пригодиться в ремонте, а может и не пригодится. А, итого у меня четыре сладца. Снайпик у тебя нет. Пока что, видимо, завоза не было, да? Аптечки по охуевшему курсу, очевидно. Куски ткани. Две заточки. Вот она была все-таки. Это я, видимо, в шары долбился, не увидел первый раз. Такое бывает. Зато, когда появилась цифра 2, я инстантно все разглядел. Сишки хочешь импортные какие-нибудь? Тут все мои. Что это? Таблетки кофеина. Да, на здоровье. Хотя док может подороже бы взял. Ну, похуй. Крупнокалиберный винтов. Ну ладно, оставлю. Они уже немного весят, правда? Бля, 0.35, на, держи. Комплект ремонта не знаю, как ты берешь, хорошо или плохо. Тут все в порядке, в полном. Клубная гармошка. Вот что мне тебе еще? Титановые пластины могу сдать. Но их лучше пока спрячу. Может, все-таки они будут лучше, чем эта батарейка. Презенты. Отсортироваться и посмотреть еще раз. Итого. Все в порядке. Все нормально. Зашибись. Спички нахуй. Сишки пойду, продам. Азоту. Придет в плохом состоянии. Для сигарет, как сигареты. Что ты гонишь? Нож потачу. Конфетки на. Тут все нормально. Все четко. Давай патроны. Вот эти вот самые дешманские. Давай, давай, не стесняйся. Зайбенно. Так. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Азот. Ой, азот. Гаваец. А теперь Гаваец. Я сказал Гаваец. Пси-блокаду я себе оставлю. Вот этот кусок пси-блокады мог бы-то и забрать. Кошачий глаз не может быть. Радиопротектор. Пригодится. И антидот. Химзащита. Вот это можешь забрать. Хотя доктору подороже продам. Сигареты импортные. Нахвани мне срались. Не курю. У меня вон моего Петра еще осталось. Дай бог. Скурить не скурить. Сетки я сейчас попрячу. Блядь, тут еще можно спиздить что-нибудь. Дядя Яр, ты что ли? Наверное, для тебя кое-что есть. Нашел КПК там можно полезной информацию. Вот, держи. Карты. Детальнейшие карты места. Сюда еще я куплю это. Да нет проблем, дядь. Тут я думал, надо избавиться. Ну вы как где? Да здорово, док. Я гляну по таблеткам. Что там у тебя? Так, это такая же цена. Неснотворная возьми. Так, ну все. По весу мы вроде прошли уже. Но это не меняет небольшую суть и дело. Потому что мне нужно будет спуститься и сныкать туда титановые сетки сейчас. Которые 400 грамм весит. Но покупать новые за десятку я не хочу. О, охотник. Я про тебя и забыл. Ну и все тогда. Давайте точить наш нож. Ну тут 11%. Сейчас два раза заточим. Давай, давай. Главное, чтобы я так видел, что я занят делом. Типа, вишек я точу, ебать. Настоящий охотник. Точит свои ножи. Следит за оборудованием. Врубаешься, да? Сечешь? Сечешь, старик? Давай, роковый мужчина. Здорово. Работа. Ты выглядишь довольно, а потом я еще одну хочу, чтобы очистить территорию вокруг Янова от мутантов. Помогу. Да хорошо. Сделаем, ебать. А какую территорию вокруг Янова? Здесь, что ли? Ну это прямо на завод ты меня отсылаешь. Здорово. Ебать, ты мне не нужен. Ну, с тобой, блядь. Дай про... Спускайся. Дали, блин, абузу. Зачем сталкеру мастеру? Вот это вот надо. Так, тут техник сидит. Точно, точно. Ты, кстати, так, Петруха, до сих пор же я не можешь врубиться? Сенька, сори. Почему ты думал, что ты Петруха? Значит, Оазис отпадает. Да еб-то ты! Я просто, ты, блядь, я же не представляешь нахуй, на какой... На какой тонкой, по какой тонкой грани ты хочешь, чтобы не отъехать. Помочь? Пока. Че там? Привет, приятель. Чего изволишь? Ашот, Ашот-то поднялся? Ебать, ты смотри, стал лидером группировки Свобода. Охуеть. Вот это нормально. Гавайец помочь может? Нет. Дядя, я... В общем, выкладывай. Ничего, да? Что-то ты... Что-то ты бледный очень. Таблеточку тебе, что ли, дать? Да я лучше спишь же, все, что у тебя на полках лежит. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так. Должник. А, вот свобода. Расскажи мне о свободе. Я еще думал, что Ашот. Да вижу я в свободе, блядь. Да, здравствуй. Да-да. Видели нахуй? Залип стоит в стену, блядь. Расскажи мне о свободе. Чистый свободовец. курнул и тупо залип в стену че со всеми побазарил с кем мог а шо то ведь стал долгом году я весь внимание свободу я тут все свобода подмела под себя и у ученых работой не жди ладно дай пройду может и наемников потом можно пахать бля братишка ты так меня заебал я мы еще не начали на мутантов разве что я не понял блядь что-то пацаны у нас пьяных пьяных нельзя на станцию пацаны видимо выпили блядь решили прийти говорят ну чё додик краш на меня игра с тобой не хочу тебя с собой брать но придется пошли уже закончим с этим куда нам там надо было он кажется вот здесь был на заводе ну почему то сейчас не показывают ну ка шоу внутри это и аномальные зоны ладно неважно а или важно по патронам главное все в порядке плюс основные силы я там уже подрасткину слегка именно контролера там прочую дичь 69 кило небольшой перегрузик конечно есть шо поделать дело то житейское перегруз обычный это мне отстал ну фонарь есть ты смотри ей богу не помню этот комплекс это и есть завода это и есть завод собак только слышит это этого добра везде на валом кусок милых понящий причем ахуенно шо ж я всегда не попадаю по кнопкам уровень заражения 0 надо бы по хорошему помнить помнить откуда зайти правильно я могу и в психсте аномалии тут полазить который никогда не лазил до этого ты тут бандиты по моему тусят давайте обойдем стороной этих местные скопления спуститься в подземелье юпитера нахуя это должен спуститься просто должен а в припяти то потому что отъехал юноша какой-то кстати у меня это хуйня по моему замкнутой системой подачи кислорода я могу попробовать почему почему провалено и мудак исчез и хуй с тобой дать охотничек я не понимаю в чем тут было дело провальная провальная полез мне нужно артефакт достать аномалия бетон сейчас здесь гляну может и сюда сложу надеюсь здесь не жарко моя единственная слабость если жарко блять здесь жарко хуёво шо сказать а тут аномальная роща аномальная роща по моему никогда нихуя не было стало быть у нас остался один вариант а именно вниз вот давайте попробуем понял а ну сука иди-ка сюда блять не не нахуй блять ты не тушканчик нихуя не тушканчик нападение было на меня совершенно собакой ебучей кровища теперь не сворачивается с батарейкой не нравится это мне а и не нравится с разгона просто теперь пиздец этих тушканок надо тупо с разгона вот сколько я себя помню тут не написано что аномалия но здесь блять каждый ебучий раз когда я спускался были какие-то артефакты но видимо не в этот раз видимо не в этот раз разработчик почувствовал себя самим господом богом блять если убрал эту аномалию из списка обычных аномалий ебать в оригинальной игре здесь была аномалия так вот блять я сказал здесь больше не будет аномалии и не добавил ее или второй вариант он сказал ничего не сказал он просто забыл бывает чёрт и пенифрин кстати действует перегрузник такой большой я все еще как кляча может потому что уже спать пора ложиться ну да так 20 часов надо поскорее с оазисом особенно потому что я хилку так и не взял а можно эту хилку съесть перед входом остальные хилки ученых закупаются надо запомнить это и еще не мешало бы нам ну собственно про хилки я сказал хилок надо купить так помню я здесь пси тварь была ящиками кидалась по центре вы чё сам я тут не местный блять бля вам же наверно нихуя не видно я без фонаря иду бро там нормально бро 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 спакуха блять ты чё я ж пошутил чуть не устроил да бошь мне тут спокойно ребята спокойно я сам местный все знаю все раз два быстренько сейчас разрулю ладно парни не могу воспитать да могу все таки видимо не могу воспитать этим фонарем и не буду при бабках я можно и не пытать братью батарейки севшие есть ничего потом заправлюсь о на нахуй а мясо . надо надо блять случайно подлез под нож сука не пройти не проехать ойди сюда нахуй баба блять стоять нахуй на нахуй шо такое ребятки на нахуй на нахуй еще сюда блять футболист в деле нервы на пределе опаньки пацаны пацаны куда блять а ну тормози вам не съебаться нахуй нахуй от футболиста давай по очереди ребята еще давай хе 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 сука это просто теперь легальный чит какой-то их ногами пиздить ну а это часом не лестница на оазис я конечно нихуя не эксперт в этих делах наверное нет это лестница вот сюда а вот эта лестница уже по которой можно пробовать полезть мне просто интересно возможно ли опять пиздить этот артефакт себе или нельзя буду надеяться что можно а я точно не помню дорогу но кажется там слева начиналось и она всегда рандомная но больше там два подряд лево-лево центр право но это конечно не с первого раза нет видите вернула меня бля я медленно бегу я устаю меня это ебать бесит но это уже спать пора зык во левая левая правильно это жахуин теперь лево прямо прямо право до чертей не уверен но методом тыка все и проходится точнее методом тыка а проб методом проба ошибок ну хотя бы теперь я знаю первый первый получилось с первого раза а вот второй нет так значит либо третий либо четвертый не этот нет может быть этот вот так ебать среди прошел просто пролетел можно сказать устаю устает меченый избавляться надо от всякого все еще да вот смотрите второй угадал так давайте попробуем теперь вот так вот так вот так вот так вот так через самую правую потом пройти а здорово лампочка давно не виделись бля интересно кстати реализовано мне нравится калаш мой же лежит который я оставил так так в самую правую я проскакивал и давайте в самую левую и начиная с левой пойдем левая центральная мне кажется арт близок как никогда сейчас возьмем слева вторую тогда можно вообще все по очереди делать не париться я просто люблю угадывать не прикол по центральной кстати по моему бегал значит он центральную блять стамина конечно уходит просто пиздец так слева первая слева вторая давай центральную потом самую правую есть центральная зи би с так 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 мы один из четырех двадцати процентный шанс хотя нет один из трех тоже потому что центральные уже будут нас либо сюда либо сюда они тысяч четырех все таки бля давай вот так нет не так теперь один из трех а нет на 1 1 1 смотри здравствуй азис что у меня там по батарее а тем же быстро конченов радиация ну на 1 1 с еще артефакта уже нет уже стащил кто-то еще никакого и штучка даже не положит даже не махонького не не пенни ну ладно я то и не против в принципе ребят мое дело то что мое дело проверить ладно погнали люблю клацать кнопочки не обращайте внимание я даже когда по воде хожу кстати не заражаюсь мне это пригревает теперь можно ходить по воде артефакты искать например даже здесь вода есть смотри аномалии нет артефактов но я без артов не полезу назад внз круг здрасте теоретически если натаскать сюда ящиков можно подняться и спуститься прямо в альс и блять дождь мешает видеть ладно погнали аномальную рощу проверим доспать ляжем утро вечера всяко мудренее что сейчас ночью шарится только приключения себе на жопу искать без аптечек тем более вот деревня бандитов кстати можем через нее пройти ну чтоб не с пустыми руками все таки домой я изначально по другому вопросу здрасте парни а вы дома не скорее всего их тут нет что то дохуище зомбированных здесь на территории низкий заряд все минус батарея блять просто тупо минус батарея это просто катастрофа вот именно поэтому мне челик и скинул правку говорит бля вот посмотри так то так то меняются значение батареи потому что это кошмар какой-то походил в пнв блять 7 минут нано в минус батарею все выбило так же не бывает надо хотя бы чтобы на игровых она батарейка от пнв хватало ну блять часов ну хотя бы 6 это минимум это когда военные батарейки блять пиздатые то есть военные меняют батарейки как вот за одну операцию да которая длится например 20 часов хотя понимаешь что это долго они блять должны находить 4 или 5 раз поменять батарейки это я еще по-божески взял аномальная роща чувствую тут без шансов да не хуюшеньки ладно работы здесь нормальные не найти лучше меня беспокоит ученые ничего не предлагают никаких работ хотя может если принести им отчет этого юноши то они нормально разберутся ну то есть дадут какую-то заработку к золусу можно подняться еще если он жив старичок до воды попить мне не мешало бы а то я голосок терять начинаю а это лбе дэм шейм если потеряю голосок так то посветлело на ютубе я смотрел темно пиздец просто темно тупо в фонаре видно который я показываю как указка знаете такая а в остальном это пиздец именно поэтому хочется поставить правку на пнв чтобы было больше пнв подходи брат у меня как в греции как в греции все есть а я вот даже хуй знает что мне от тебя надо не поверишь продать разве что что-нибудь ну так то без идей пока ничего тебе не надо мне продавать патронов пару штук разве что ладно спокойной ночи малыши что скажешь брат да скажи что пиздец какой-то творится лютейший я пытался слышь здорово значит так и с рубежами кармана денег прямо тупырится началось всех компании нанимать который не поопытней а погано поганошестей снаряжение пачками скупать у меня ствол был чудо не пушка таки здорово продал по деньгам как-то не прогадал так то не прогадал врать не буду только вся эта компания быстренько накрылась это зоне нажалку людей конечно только другие теперь будут знать одним баблом дорогу скульзону не вытянешь да как мне до сих пор да так мне до сих пор ствол тут жалко такой ствол где-то гниет наде мне гтешельская хорошее гоноражное а где шиндут на иные на иные у меня кончить надо я человек не такой такой что спать прилег да магазин игр шуз.про дешевые ключи для элитных ребят за качество отвечаю все ссылки можно найти в описании под видео в описании под видео . . . . . .